Музыка В настоящее время муниципальные образовательные организации в нашем городе работают в соответствии с указом губернатора Смоленской области от 3 апреля номер 35 и постановлением администрации муниципального образования в городе Смоленской области от 3 апреля номер 299. В соответствии с выше названными нормативными правовыми актами работа дошкольных образовательных организаций продолжается в прежнем режиме. В каждом детском саду работают дежурные группы численностью не более 12 человек. Для детей, родители которых осуществляют трудовую деятельность. Также в каждом дошкольном образовательном организации строго соблюдается все необходимые карантинные и профилактические мероприятия. Вводный температурный контроль, недопуск детей с признаками заболевания, своевременное, незамедлительное извещение родителей при появлении у ребенка признаков заболевания, изоляция заболевшего ребенка. Во всех детских садах строго проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений. Хочу подчеркнуть, что в нашем городе есть предприятия, которые продолжают работать, в связи с чем полное закрытие детских садов на карантин невозможно. И в связи с тем, что у нас строго соблюдается выполнение всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, угрозы для здоровья детей и сотрудников детского сада, конечно же, нет. По вопросам функционирования дежурных групп в детских садах родители могут обращаться к заведующему детским садом или в комитет по образованию. С 6 апреля в школах и учреждениях дополнительного образования нашего города возобновился учебный процесс, но изменилась форма его проведения. С 6 апреля по 30 апреля включительно реализация образовательных программ будет осуществляться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме этого, в школах при необходимости будет организована работа дежурных групп для осуществления присмотра и ухода за обучающимися первых-четвертых классов, родители которых осуществляют трудовую деятельность. По вопросам организации и работы дежурных групп в школах родителям необходимо обращаться или к классному руководителю, или непосредственно к директору школы. На сегодняшний момент в школах нашего города обучается 2917 детей. Перед тем, как перейти на обучение с использованием электронных и дистанционных технологий, во всех школах был проведен мониторинг по изучению имеющихся у обучающихся технических возможностей. По результатам данного мониторинга было установлено, что в силу разных причин у небольшого количества детей возможности обучаться в электронном формате не имеется. Но это не означает, что для этих обучающихся продолжаются каникулы. Обучение, конечно же, организовано. Обучение детей, которые не имеют доступа в интернет и компьютерного оборудования, смартфонов, планшетов, организовано с помощью бумажных кейсов. Что это значит? Учителя на бумажном носителе готовят материал, задания, схемы, модули по изучению нового материала, инструкции по работе со справочным материалом в учебниках, задания, тесты. Для каждого ребенка разрабатывается рабочий лист, где указываются учебные предметы, темы, виды контроля. Бумажный кейс выдается ребенку на 3 или на 5 дней. За это время ученик должен изучить новые темы и выполнить предложенные учителем задания. После чего учитель проверяет правильность выполнения предложенных заданий и выставляет оценку ученику. По изучению, по итогам освоения нового материала ученику выдается следующий кейс. Передача бумажных кейсов будет осуществляться посредством связи между классным руководителем и родителем обучающегося. Для учеников, которые имеют доступ в интернет и необходимое компьютерное оборудование, организовано электронное и дистанционное обучение. Что такое дистанционное обучение? Это живой разговор, живое общение учителя с учениками в режиме реального времени через систему специального компьютерного обеспечения. Это скайп, зум, то есть это онлайн-уроки, видеоконференции. Хочу подчеркнуть и для родителей, и для педагогов, что основные предметы и наиболее важные и сложные темы по учебным предметам будут преподаваться именно с использованием дистанционных образовательных технологий. Электронное обучение – это направление заданий, видеоуроков, учебного и дидактического материала, тестов с помощью электронной почты, электронного дневника, цифровых образовательных программ. Все эти материалы и задания можно просмотреть и выполнить в режиме оффлайн. Выбор способа и формата обучения для каждого обучающегося наших школ города Десногорска определяется с учетом технической готовности. И, конечно же, формат обучения ребенка в обязательном порядке должен быть согласован с родителями, и эта работа проводится классными руководителями. Школам города предоставлена возможность самостоятельного выбора моделей, способов, технологий, цифровых образовательных платформ для организации дистанционного обучения. Окончательное решение о том, какие образовательные инструменты будут использоваться педагогами и учениками, принимает директор школы. Но в обязательном порядке во всех школах при организации дистанционного обучения соблюдаются методические рекомендации, подготовленные Министерством просвещения Российской Федерации. На данный момент все школы определились с перечнем цифровых образовательных ресурсов, которые используются в образовательном процессе. Это такие платформы, как Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Я-класс, Учи.ру, Решу, ОГ, ЕГ, ВПР. Вся информация о дистанционном обучении размещается на сайтах Комитета по образованию школ нашего города во вкладке «Дистанционное обучение». На сайтах школ ежедневно размещается расписание занятий для обучающихся. Расписание урока включает в себя расширенную информацию о контактных данных учителя, тему урока, содержание урока с включением ссылок на цифровые образовательные ресурсы, которые используются при проведении данного урока, домашнее задание и обязательно формы текущего контроля. Во время электронного урока учитель также находится на постоянной связи с учениками и готов ответить на возникающие вопросы. Все оценки, которые будут получать учащиеся во время дистанционного обучения, будут заноситься в электронный журнал. В связи с организацией дистанционного обучения у некоторых родителей возник вопрос по обеспечению детей продуктовым набором. В школах нашего города за счет средств местного бюджета организуются горячие завтраки для учащихся первых-четвертых классов. За счет средств областного бюджета организуются горячие завтраки для учащихся пятых-одиннадцатых классов из малоимущих семей. Подчеркну, что в настоящий момент у нас обеспечено именно горячее питание в условиях школы. В соответствии с письмом Министерства просвещения рекомендовано решать вопросы по организации питания детей в условиях дистанционного обучения в субъекте, исходя из возможностей и особенностей региона. Поэтому в настоящее время вопрос по обеспечению продуктовыми наборами детей из малоимущих семей решается на уровне области в соответствии со всеми требованиями законодательства. По итогам рассмотрения этого вопроса родителям информация будет доведена. В заключение хотелось бы обратиться к родителям, обучающимся, и ко всем своим коллегам, директорам и педагогам школ и учреждений дополнительного образования. Любое новое дело начинать всегда непросто. Конечно, сейчас у нас есть сложности, проблемы с интернетом, техникой, работы цифровых образовательных программ. Но я уверена, что вместе с вами мы справимся, и у нас обязательно все получится. Если у вас возникают какие-то вопросы, проблемы, то вы всегда можете обратиться к классному руководителю, директору школы, в комитет по образованию. Мы рядом, и мы рады и всегда готовы прийти вам на помощь. Прошу всех отнестись с пониманием сложившейся ситуации, набраться терпения. Все вопросы решаемы. Необходимо с позитивом отнестись к дистанционному обучению, и тогда все у нас пойдет хорошо. А благодаря этому опыту мы приобретем много новых навыков. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких.